Нечаева Людмила Такое ощущение, что фамилия Нечаева мне знакома Сейчас я посмотрю Да, вы есть 583 Давайте вас возьмем Пока я вас не брал в этом эфире точно Я сейчас людей всех отмечаю с кем я уже работал Ждем Людмилу Надеюсь у вас хороший интернет И все у нас состоится Ждем Пока не подключает О, все, появилось Люда, слышно меня? Да, добрый вечер Очень прям неожиданно даже Если вы выполнили условия то ожидать счастья можно каждую минуту в своей жизни Благодарю Слушаю вас внимательно Так, у нас сегодня сила безусловно любви У меня точно не знаю, как у вас Смотрите, у меня какой вопрос Ну, как бы у меня уже лет Ну, много, да? Сколько? И Ну, 49 Ну, вы моложе Люды, которая у нас была только что на целый год Вот, но я хочу спросить Вот Про личную жизнь То есть, вот у меня как бы не сложилась личная жизнь У меня нет семьи А детей как-то вот к сожалению И считаю, что уже поздно Конечно Кто считает? Ну, я Хотелось бы наладить свою вот личную хотя бы жизнь Хотя бы Чего так скромно-то? Алла Борисовна Пугачева с вами не согласилась Что поздно Ну, да Знаете, в чем проблема? Да, вот Многих женщин Когда Кому переваливать За 40 Почему-то Женщина Начинает себя Относить Как гордо Ну, вот Типа Счастье прошло И никогда уже не будет Вроде бы хочется Но уже возраст Что за бред? Что за бред? Ну, понимаете Что это вот Добровольно Принятые на себя Ограничения Ну, да Да Зачем вам это? Это же не ваша цель Ну, не знаю Еще как-то вот, знаете Не могу наладить Отношения с матерью Хотя делаю Вот медитацию Прощения Уже с ноября Где-то уже 4 месяца Но как-то Отношения у меня с ней Наоборот Как-то даже обостряются А вы вместе живете? Нет Ну, а где она живет? Ну, она живет там В другом городе Вот А я живу здесь В Москве Так Вы одна у нее? Нет Еще есть сестра Младшая Как у нее дела? Ну, сестра Как бы Она тоже Не замужем Но она родила Ребенка Вот Сколько Шесть Пять лет назад Вот И одна воспитывает И ваш папа? Еще есть одна сестра Но она мне По отцу Как бы У нас отцы одни А мать разная Ну, у той сестры Как бы Все в порядке У нее семья Там муж Дети Все Как бы Жизнь сложилась Папа где ваш? Папа умер Когда мне было Семь лет Я пошла в школу Замужем Ни разу Люда не была Нет Хорошо Давайте посмотрим Что на это влияет На то Что вы Итак Представьте Люду Что вы вышли замуж Мужчина Живет с вами Как ощущения? Как-то мне не очень комфортно Наверное Как мне не комфортно В этом Ужасном Состоянии Наверное Знаете Как? Может быть Иногда даже нервно Потому что я Все привыкла Делать сама И как-то Человек Который рядом Мне нужно Ему как-то Объяснить Сказать Что мне нужно Вот это сделать И Как-то Подстроиться Вот это Наверное Сложно Мне Объяснялки Пошли в мозг Обратите внимание У вас тревога Проснулась Глазки Стали Забегать Вы покраснели Стало Некомфортно Чувство Страха В глазах Проснулось Сразу Пытаетесь Как-то Эту ситуацию Решить Но она Не решается Потому что Напряжение Есть Где вы Это напряжение Чувствуете Если вы Представляете Что вы Живете не одна Где она у вас В теле В коленях В коленях Сконцентрируйтесь На этом месте Поймали Это ощущение Ну да Как-то Вот колени Дальше Вниз Да И давайте Мы изучим И посмотрим К чему Это приведет Итак Мне 40 лет Есть это ощущение В моей теле Есть Мне 30 Сейчас Мне 30 Да И вот здесь В груди Какое-то Волнение В коленах Мы В коленях Все находимся Там Мне 20 Ну Меньше Мне 10 лет Ну как Поспокойнее Совсем отпустила Или Что-то есть Там в коленях Нет Есть 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 Сколько Простентов Осталось Примерно Ну Процентов 20 20 Мне 5 лет Как ощущение Ну Немного Есть Сколько Процентов Где-то Так же Мне Один Год Мне Есть. Есть. Чувство мамин или папин? Мамин, наверное. Как вам зовут? Александра. Сколько я был лет, когда на вас родила? 23 года. Я Александра, мне 23 года. Как ощущение? Я Александра, мне 23 года. Какое-то у меня волнение в груди. В коленях что-то есть. И Александра, мне 20. Даже усилилось. Есть. 10. Есть. Один год. И Александра, мне один год. Ну, есть немного. И Александра, мне один день, я в животе у мамы. И Александра, мне один день, я в животе у мамы. Ну, слабо. Слабо. Сколько процентов осталось? Ну, с процентов 5. 5%. 5%. И Александра, мне один месяц, я в животе у мамы. И Александра, мне один месяц, я в животе у мамы. Ну, есть. Тоже 5% или больше стало? Что-то, мне кажется, больше стало. Больше стало. Мне два месяца, я в животе у мамы. И Александр, мне два месяца. И Александра, мне два месяца, я в животе у мамы. Есть прям вот это волнение. Сильнее, да, пошло. Вопрос. Что такого происходило в возрасте, когда вашей маме было один-два месяца? Что вызвало усиление этого чувства? Появление и усиление. Я не могу сказать. Я Александра, мне два месяца, я в животе у мамы. В этот момент что-то происходит, связанное с этим ощущением. Я Александра, мне два месяца, я в животе у с вами. Да, в этот момент что-то происходит, с этим ощущением связано. Я вижу бабушку, что она вот в положении. И стоит где-то вот около своего дома. Так. И что там происходит? Вот куда-то она смотрит вдаль. Куда она смотрит? На дорогу. Так. И что там на дороге? Я не могу понять. Что в ее состоянии? Что она чувствует в этот момент? И что происходит, связанное с ощущением в коленях? Ну, мне кажется, она в коленях усилилась какое-то волнение. Прямо это в коленях. И мне кажется, она что-то как-то или ругаться хочет, или что-то вот. С кем? Я не пойму никак. Вот она стоит около своего дома. От чего этот конфликт возник? Почему хочется ругаться? И с кем хочется ругаться? Ну, вокруг никого нет. Никого нет. Она как будто ждет кого-то стоит. Кого она ждет? Может быть, мужа? Так. Дедушка. Так. Ну, вот дедушка приходит, и что? Что происходит? Дедушка, наверное, пришел выпивший. Она, наверное, не выругается. Вот боль в коленях чем связана? С волнением. С волнением. А от какой темы идет волнение? От какой мысли? Что такое происходит, что вызывает это волнение? Может быть, она волнуется, что он выпил, и что с ним ничего не случилось бы. То есть, она волнуется за то, чтобы дедушка не упал куда-либо. Так, Люда, все слышно? Кто-то позвонил, что ли? Да, что-то так связь. Так, так, сейчас. Слышите меня хорошо? Да, хорошо. Так. Представьте, что вот прям в этой вот ситуации, которую видим, что дедушка пришел. Вот пришел он к бабушке, которая беременна вашей мамой. Что там происходит? С коленями, и такой у них диалог. Ну, она, наверное, ругается на него, что он выпил. Колени у меня тоже волнуются, даже вот так вот дрожат. Да. Дрожка, например, это в коленях. Ну, вот. И ругается она, наверное, на него, что он... Какой он в ее глазах? Какой он в ее глазах? Что она боится? В чем она не уверена рядом с ним? Что вызывает волнение в коленях? Я думаю, может быть, она боится его потерять. Где она его может потерять? Ну, что-то с ним случится, допустим, и она останется одна с детьми. А что с ним может случиться? Ну, как бы... Ну, что-то может с ним случиться. Ну, что? Загуляет? Пропадет? Переберет алкоголь? Переберет... Ну, может быть, там, он на лошади всегда ездил, он работал в колхозе с лохозом. Может быть, с лошадью может там упасть или что-то такое с ним. Какие истории о деде вы помните от бабушки? Что вам рассказывали? Ну, деда я тоже помню, как бы, несознательно помню. Он был на фронте, он пришел с фронта с одной рукой, работал всегда в колхозе, был, семью содержал, так как у бабушки было четверо детей. Их нужно было кормить. И она практически не работала, только сезонно. Ага. Так. Вот. Ну, как бы она... Ну, он работал, все, он зарабатывал, кормил семью. Но он же был за вкус. Было такое, что его там привозили, или он там сам до дома добирался, ну, там, сильно выпивши. И вот бабушка на него ругалась. И у них было такое, что бабушка могла с ним и по две недели не разговаривать. То есть, вот это вот обидно там что-то такое. То есть, для нее фигура деда, ну, он, ну, как сказать, она была неуверена в его поведении, в том, что он может напиться и всегда подвести. Ну, наверное, да. То, что колени, это что? Это, во-первых, связь с родом всегда, да, колени. Это место, которое в ходу. А с другой стороны, уверенность в себе или неуверенность, это всегда колени. То есть, тоже мы опираемся на них. Понимаете, да? Жизнеспособность, скажем так, опора, она в коленях проявляется. И, как правило, это женское чувство. Как правило. Итак, давайте с этим поработаем. Давайте с этим поработаем. Я Александр, мне один день. Я Александр, мне один день. Я Александр, мне один день. Так. В этот момент, в этот момент ко мне приходит Бог и говорит. Дорогой Александр, если в твоей жизни получится так, что твоя мама будет постоянно переживать о том, чтобы дед не напился и не пропал где-то по дороге. И будет беспокоиться о том, что как мы выживем, как мы, все ли у нас будет в доме, в порядке. И поведение твоего отца будет восприниматься мамой как угроза регулярно. Их благосостоянию и их душевному спокойствию. То это для того, чтобы ты почувствовал, что с тобой в этой жизни ничего плохого не произойдет. Это для того, чтобы семья у тебя всегда ассоциировалась с гармонией, любовью и уверенностью. Это для того, чтобы дар, безусловно, любви проснулся в твоем сердце и передался бы всем твоим потомкам. И это для того, чтобы они чувствовали, что семья это то место, где всегда есть любовь, взаимоуважение, изобилие, достаток, гармоничный секс, духовный рост и наслаждение друг другом. Как ощущения? Вот здесь в груди все успокоилось, так прям вот спокойно стало. Ну и ноги тоже как-то спокойно. Отпускает. Так. Итак, Люда, вы живете с мужчиной как мужчина? Кто-то есть у вас дома. Ну, живет и хорошо. Так. Он по ночам храпит. Разбрасывает носки. От него иногда дурно пахнет, если он вовремя не помоется. Как ощущения? От такой перспективы? Ну, не очень, конечно. Что я сделаю в таком случае, если ему будет плохо пахнуть? Ну, помыться надо. То есть, я его отведу в душ, правильно? Да. Ясно. Окей. Давайте поработаем совсем с хурором в вашем случае. Вам 49, да? Вы беременны. Как ощущения? Ну, во-первых, какая-то радость неожиданная. И не верится, что такое может быть. Ну, вот есть. Тест показал. И вы пришли к доктору. Он сделал ультразвуковое исследование. И сказал, у вас беременность. Как ощущения? Даже счастье. Не пугает? Ну, мне, вот, как бы, стыдно сказать маме, что я беременна. Вот такое у меня чувство. Как я чувствую, что мне сказать маме стыдно, что я беременна? Что в этом такого плохого есть? Ну, может быть, она мне не поймет. Или скажет, как ты ребенка будешь поднимать. Или там какой-то... Ну, вот, вы беременны, приходите к маме, или звоните, и говорите, мам, слушай, я беременна. Да, и она говорит, ой, да ты что, у тебя там 49, как ты ребенка поднимешь, денег нет. Да и вообще там в этом возрасте одни уроды рожаются. Я в интернете прочитала, да? Как ощущения от этого? Угу. Ну, какое-то сомнение, но хочу ей сказать, что, ну, ну, и пусть это же твое мнение. Угу. И не страшно это говорить? И не страшно это говорить? Ну, как-то страшно, но надо сказать. Ну, не страшно сказать. То есть вы можете это преодолеть и спокойно с этим жить потом? Ну, да. Хорошо. Как самочувствие, Лед? Ой, волнительное какое-то прям такое вот все. Волнение-то приятное? Ну, так. Не могу как-то вот. Вот не могу как-то. Это что? Объясните. Обрисуйте. Ну, не могу как-то вот все равно, не могу это принять. Это то, что не могу принять? Что не могу до конца принять? Ну, вот это вот то, что вот там с мамой поговорить как-то вот. То есть самое страшное, да? То есть родить проще, чем с мамой поговорить? Ну, нет у меня таких с ней как-то доверительных отношений. Вот даже сейчас, когда я делаю медитацию прощения, но все равно мне кажется, как-то наоборот, уже все это обоспунилось. Вот он старается мне вот свое сказать, какое-то свое мнение, свои эти высказать, сказать, что нужно мне сделать так, пойти к врачу, пить эти таблетки, сделать УЗИ и все такое. Вот каждый раз, когда я с ней разговариваю, вот такие вот мне учили. Люта, у вас был подростковый бунт в сторону вашей мамы? Еще раз. Подростковый бунт у вас был когда-нибудь в жизни, когда вы хотели маму послать на три буквы и перестать с ней общаться? Было. Когда это было? Ну, был такой период, что я жила с ней, как бы, ну, в возрасте, там, уже был 30, я жила с ней, да. А она все время работала, ну, на руководящей должности, такая, как бы, властная женщина. И прожила, можно сказать, одна без мужа, вот, с твоей деятельностью воспитывала. И вот она всегда нужна была все делать по ее, как она скажет. Вот, все так. Ну, и, как бы, да, хотел сказать, что вот... Ну, вы говорили ей что-нибудь в связи с этим? Уходили из дома? Ну, я так, ну, говорила, но, понимаете, у меня, может быть, все это было нестабильно в работе, там, не было своего жилья, и поэтому мне приходилось вот это вот все терпеть, как бы, в душу. Мне, может быть, и хотелось сказать, ну, вот эта вот социальная вот эта вот сторона, которая, как бы, зависимость от нее, я вот так вот, прям в открытую не могла ей сказать и повернуться пойти. Ну, вы понимаете, что вы еще внутри, почему такой вот страх перед образом мамы есть? До конца не сепарировались, то, что называется, да? Вы до сих пор живете, вот, как будто вам лет восемь, и сейчас мама придет и будет определять ваше будущее. Понимаете, о чем речь? И вы, с одной стороны, понимаете, что уже взрослый вы человек, но, с другой стороны, вот это ощущение вы ведетесь. Вы легко ведетесь. Да, потому что вы чувствуете эмоциональную зависимость от мнения мамы. Хотя вам эта зависимость неприятна, и мнение, которое она высказывает, вы понимаете, что иногда оно ошибочно. Но вас это задевает. Вопрос, как сделать так, чтобы вас это перестало задевать? Как вырастить? Как вырастить? Что я такого могу сделать в своей жизни, или буду делать в каком направлении, чтобы я почувствовал себя взрослее? Ну, я думаю, что вот мне такая, вот, кстати, такой пришел, что если у меня будет своя семья, вот, то я думаю, что, ну, со временем, ну, даже не со временем, может быть, и сразу, или она от меня отстанет, или я от нее отстану. И каждый начнет жить своей жизнью. А пока она считает, что я живу одна, я должна сделать так, как хочет она. Вот и все. Что нужно для того, чтобы выйти замуж, родить ребенка, и обрести ее состоятельность? Наверное, уверенность в себе, что ли, побольше. Так, ну, вот она у вас есть. Вот у вас есть уверенность в себе. Представьте, что вот вам ее не хватало, а она у вас есть. Что вы делаете? Ну, живу своей жизнью. Что вы делаете? Ну, вы и так ей живете. Но что-то вы не делаете того, что вы можете делать потом, когда будет полная уверенность в себе. Не знаю. Ну, вот, ощущение поменялось. Ощущение поменялось. Вы уверены. Вы самостоятельны. Свобода. Ну, у меня как бы сейчас все это есть. Но не получается, вот, наверное, отношения с мужчинами. Вот что вы можете в связи с этим начать делать, чтобы отношения получались, чтобы вы чувствовали себя иначе? Познакомиться с кем-то для начала. Так, а как это сделать? Ну, как бы я как-то, может быть, и знакомилась, и как бы вот так вот и дружилась с мужчинами, с парнями. Но вот таких вот дальше отношений, которые семейные, дальше у меня почему-то вот не проходило. Ну, не проходило, потому что в подсознании вашем, да, семья – это страшно. Это ответственность, это где партнер подводит. Это у вас подсознание было, да. Поэтому вы жили в маминой стратегии, которая это усвоила тоже с молоком матери. И это, понимаете, да, она так была воспитана, она вам это передала. И вы просто существовали вне присутствия мужчин в доме. Потому что, подсознательно, это было страшно, что мужчина может подвести от него опасность. И в этом, когда мы первое упражнение стали с вами делать, вы сразу это почувствовали. И мы пошли с вами, увидели эту историю, которая была запрограммирована в маму, да, от взаимоотношений бабушки и дедушки. Чувство, которое она унаследовала. Мы это разблокировали. Вам стало комфортнее. И вы легко можете представить, что мужчина живет с вами в доме, и то, что вы беременны. Но теперь возникает следующий вопрос сепарации от мамы. И вот, чтобы она произошла, требуется время. Это за секунды не проходит. И это пойдет быстрее, когда будут реальные отношения. Реальные отношения, когда будут, у вас быстрее пойдет дозревание внутреннее. Сепарация от мамы. То есть, все равно, что если ты хочешь научиться водить автомобиль, ты садишься за руль, ты пробуешь, пробуешь и пробуешь. Пока ты не пробуешь, пока ты теоретик, где-то просто видеоролики смотришь, как люди на педальки нажимают, ты не растешь в профессионализме. То есть, мне нужно отношения, и тогда в процессе этих, уже тогда можно будет понять, почувствовать, что и как будет дальше. Но я почему-то боюсь вот этих отношений с мужчиной. Как вы боитесь. Представьте, что они у вас есть. Вернемся опять. Они у вас есть. У вас в доме живет мужчина? Даже спит с вами? Как мужчина? Нормально, спокойно. То есть, у меня есть на кого положиться, трудную минуту что-то сделать. Допустим, не я все одна, все это делаю на себе, все это везу, все дела. То есть, у меня как бы вот есть опора, могу сказать. А вот отношения-то про опору, видите, вы тоже опять внуждаетесь в опоре. Колени – это опора. Привычка дурацкая, что мужчинам нужны для опоры. Мужчинам нужны, женщинам, для любви, наоборот, а не для опоры. Опора там автоматически возникает, когда появляется это чувство. Когда вы чувствуете себя женщиной и наслаждаетесь этим, то рядом автоматически возникает мужчина, который также наслаждается своей ролью, и от этого ваша гармония растет. Когда это, знаете, как сказать, бизнес-партнер, ты мне, я тебе, красота уходит. А безаловка возникает, которая со временем превращается в бытовуху, в которой становится некомфортно. Я понимаю, что мама этого не показала на своем примере, как надо выстроить отношения и кайфовать от них. Но у вас есть все шансы этому научиться. Научиться. То есть нужно стать женщиной. Вы и так, женщина, надо себя почувствовать ее. Ну да, нужно почувствовать и как бы тогда уже... Вот. И поверьте мне, дело не в возрасте, дело не даже в размере одежды, дело не в цвете волос, вообще не в этом. Дело в состоянии, в котором вы находитесь, в эмоциях, которые вы испытываете. Люди, которые думают, что 40 все лет, там жизнь закончилась, или там, не знаю, не такая фигура или еще что-нибудь не то, глубоко ошибаются. Это вообще личная жизнь вообще не про это. Она про эмоции. И когда вы этот поток себе раскрываете счастье и позволяете ему легко литься, тогда у вас органически и естественно приходят те отношения в жизни, которых вы достойны, и вы начинаете в этом плане раскрываться. Как это сделать? Как это сделать? Во-первых, поставить себе эту цель правильно. Поставить эту цель себе правильно. Потому что, когда цель стоит неверно, мне нужна опора. Вы тогда ищите компенсацию ваших комплексов и страхов. А когда вы ставите себе цель создать гармоничные, счастливые отношения на чувстве безусловной любви, которые я ставлю всем своим клиентам, с кем я работаю, по кризисам семейной жизни или по личной жизни, у них это получается. То есть мы идем к этой цели. И для того, чтобы испытывать безусловную любовь, сначала надо ее направить на себя. Любить себя такой, какая есть и начать делать в жизни то, что вы действительно хотите делать, чтобы вы в каждый момент своей жизни присутствовали тотально, так как вам хочется. И наслаждались этим моментом. Это понятно? И вот эта стратегия, которую вы начнете развивать связи с этим, привлечет в вашу жизнь обстоятельства, в которых вы познакомитесь и проснется чувство. И это абсолютно естественный процесс. Он закономерен. То есть сейчас те блоки, которые были, как бы они будут постепенно уже уменьшаться? Блоков вообще нет. Просто нет наработанной стратегии. Вам не хватает опыта эмоционального. А это как мускулы. Они взращиваются путем тренировок. Ужаса, страха уже нет. Вы уже можете представить, что вы не одна. Даже можете представить, что вы беременны, вас тоже это не испугает. Но вот для того, чтобы этот маховик закрутился, и вы в нем стали бы вариться, нужно чувство через себя прокачиваться. Нужно начать ощущать себя гармонично счастливой женщиной просто так. И кайфовать от этого. И понимать, что в связи с этой стратегией вы лично хотите. Понимаете, да? И понимать, что мужчина не для опоры нужен, а для любви во всех смыслах. А поддержка, взаимовыручка рождается автоматически, когда есть это чувство. И оно легко возникает. Семья – это не обязаловка. Это нам просто хорошо, и мы делаем нашу жизнь совместно. И мы как члены одной команды идем к общим целям во всех смыслах. В сексе, в каких-то социальных вопросах, в творчестве, если мы им занимаемся. В детях, если нам этого хочется. Понимаете, да? И тогда вот этот духовный потенциал открывается. Потому что самая реальная духовная практика – это реальная семейная жизнь. Она открывает человека таким, как он есть. Обнажает полностью. И если вы в это идете, в этот опыт, то он у вас появится. Поэтому вам лично, да, я бы рекомендовал делать медитации, дальше продолжать. Можно божественный свет подключить. Вот это, вторая на этом диске, на первом есть. Она открывает этот поток безусловной любви. Раз. И во-вторых, вам хорошо. Женские тренинги проходить. Там, где вот женщины собираются и качают свою женственность, применяя различные приемы для этого. Да, да. Тоже, ну, как бы, знали такие, ну, как бы, пытаясь в этом участвовать, чтобы, ну, понимая, что нужно прокачать свое... Да надо не пытаться, надо взять и качнуться. Как вот вы захотели водить машину, идете на курсы и учитесь водить. Здесь вот все конкретно. И тогда будут конкретные результаты. Вы заметите в ближайшем времени, что ситуация начинает меняться. И достаточно быстро можно выйти замуж, забеременеть и родить. Это вообще не проблема, когда поток есть. Ну, я все равно хочу сказать, вот я когда начала делать медитацию прощения, да, я все равно чувствую, что вот как, ну, пусть у меня даже отношения с матерью как бы не совсем наладились, но я просто чувствую себя уже совсем по-другому. Прекрасно. Надо еще один шаг сделать. Наконец-то начать себя женщиной, которая достойна всего самого лучшего и лично для вас. И это не особая заслуга, да, которую надо заслужить, да. Это просто естественно, как дышать. И тогда это естественно произойдет. Уловили это мысль? Да. То есть вот открыть этот потенциал, эти чувственности. Вот. Может быть, у Александра будет там в конце мая, она планирует курс как раз по женским практикам. Да, да. Чуть попозже. Вот. Будет дата, а потом будет анонс. Вот, пожалуйста, в онлайн-школе можно поучиться. Вот. А так прям вот чувствуешь, что вам все открыто, вам все дано, что возраст это рамки, статус социальный это тоже рамки. Они вообще никак не мешают. Что еще за вопрос остался? Ну, я сейчас как бы на вашем курсе по предназначению. Да. Но хочу, как у всех один вопрос, хочу спросить о своем предназначении. Вы давайте поучитесь и за 4 недели вы откроете сами. Потому что есть случаи тогда, когда этого не надо вот подсказывать человеку, да, в чем его энергетика. Подскажите мне. Я могу только намекнуть на вашем случае. Ну, и вам надо вот речевой центр развивать. Речевой вокальный. Здесь. Пробовали петь когда-нибудь? Нет. А хотелось? Я считаю, что нет голоса. Нет, я как бы считаю, что у меня нет голоса. Я даже и не пою никогда. А вы попробуйте. Сходите хотя бы в караоке попеть, а потом захочется уроки брать от вокала. У вас состояние вообще изменится. у вас хорошее... Сейчас моя работа далеко от пения. Не важно. Сейчас моя работа... Ну, как бы я работаю в страховой компании. Да не важно. Я вам просто говорю, что раскроет ощущение, да, вот, гармонии в себе. И тогда вы там увидите, что можно еще делать с этим навыком. Вот эта чакра не работает так, как может. У вас энергии здесь много, она стоит. И начав открывать горловой центр, лучше всего это развивает вокал или тренинги публичных выступлений, где вы начинаете звучать. У вас состояние самосознания после этого поменяется. Вы просто это не используете в жизни. Вы просто говорите и все, а вы можете голосом, эмоциями, глубиной сообщать что-то, нести послание. И когда вы будете понимать, что ваш голос звучит глубоко, и там есть глубина, то тогда дар безусловной любви сильнее у вас откроется. Я просто говорю, обратите на это внимание. Вот здесь центр не работает так, как должен работать. И тогда вы себя будете лучше чувствовать. И лучше поймете, где ваше место под солнцем в этой жизни. И жизнь вполне возможно изменится. И я вообще не исключаю, что вы вокал можете деньги заработать. Ну, хорошо, попробую. Да, да, не знаю, хотелось ли вам в детстве петь, когда детские песни вы изучали в детском саду. Был дело? Ну, в детском саду, да, в школе мы там как-то пели в хоре, я помню, да, я пела в хоре. Ну, как-то артистам себя ощущали, то, что когда на сцене выступали. А так как было? Как вам было, когда вы выступали на сцене? Как вы это чувствовали? Ну, не знаю. Вспомните, как там было, когда вы выступали на сцене? Ну, какая-то, наверное, может быть так, не то, что гордость, а то, что вот я на сцене там выступаю, пою, меня вот включили в хор, как-то вот такое ощущение, ну, радости, что ли. Ну, вы чувствуете себя там органично, что вам хорошо там на сцене? Ну, не знаю, так давно было в школе, поэтому... Вы все это помните? Человек помнит любые переживания, все, которые он испытывал за всю свою жизнь. Вот как вам там было на сцене? Ну, наверное, комфортно было, потому что... вот надо это вспомнить состояние и начать сейчас его развивать. У вас инсайты начнут дальше происходить в голове? Про что в вашей жизни? Так что не надо. Опыт у вас был. Не все в детстве пели в садики, не всех это захватывало, не всех абсолютно. А вас это уже коснулось, но вы это оставили в прошлом, а это надо вспомнить. Попробуйте реально походить в студию вокала, попеть в караоке, или чтобы вас хотя бы... Понятно, что вы не сопрано, скорее всего, в оперу вы не пойдете, но вокал попробуйте прокачать. И уверяю, вам понравится это дело. И этим можно деньги зарабатывать. Хорошо. Спасибо за такую информацию. Да. Ну, все равно тогда пожелаем удачи вам. Да. Благодарю вас, Артем. Всего хорошего. До свидания. До свидания.